Сегодня я хочу вам показать, как можно укоротить изделие. Мне принесли вот такой замечательный свитер, совершенно сказочный свитер, очень красивый. Но он немножко растянулся со временем. Мне нужно его укоротить. Укоротить вот так. Мы даже сказали, чтобы белые нитки захватили. При этом заказчик-ценикапризный, она согласна просто его обрезать, но я хочу обрезать качественно и фирменно, чтобы сохранить подгиб. Подгиб я переделывать не буду, я его сохраню. И сохраню вид изделия таким, каким бы он был, если бы не растянулся. То есть сейчас я вам покажу, как это делается. Итак, ориентиром у меня служит белая полоска. Вот здесь где-то я должна ее разрезать. Поэтому выворачиваю наизнанку и обрезаю шов. То есть у меня здесь изделие сшито, само собой. Я должна на том месте, где я буду разрезать, немножко подрезать шов. Нет, немного. Вот буквально пару сантиметров, которые я потом должна буду сшить и все. Вот здесь у меня будет где-то шов. Я разрезаю. Здесь я его сошью, поэтому шов разрезаю чуть-чуть на сантиметр вверх и вниз. Не больше, больше не нужно. Вот этот свитер, хоть он и очень фирменный, и был дорогой, сшит очень нехорошо. Потому что он прошит оверлоком, у него края обрезаны. Поэтому вот когда вы еще не знаете, как сделано изделие, как связано, очень аккуратно распарывайте его. Может быть вот такая же проблема, что изделие не цельно вязанное, а обрезано и прошито оверлоком. Вы можете распотрошить край и испортите все вязание. Поэтому очень аккуратно начинайте с обрезкой, когда вы еще только, что называется, знакомитесь с тем, как это изделие связано. Пока не разрежешь, не увидишь, что тут они навязали. Так, очень аккуратно разрезаем ниточки, чтобы не повредить само вязанное полотно. Нужно разъединить его. Так, чтобы не повредить. Очень удобный инструмент, распарыватель. Если у вас есть хороший распарыватель, гораздо предпочтительнее ножницы в данном конкретном случае. Так, теперь подпарули все ниточки и смотрим, что у нас здесь получается. Так, отлично. Буду распарывать по серединке. Вот, вот тут где-то и пойдет мое сшивание. Поэтому смело разрезаю ниточку и смотрю, куда она идет. Так, где моя ниточка, которую я разрезала. Так, вот. Как лучше всего распарывать? Тяните за эту нитку. И когда, видите, у вас идет очень сильная сборка. Аккуратно подтянули. У вас вязание само разошлось на аккуратные-аккуратные петельки. Поскольку изделия все-таки носили и носили долго, петли свалялись так, что уже их не надо ни отпаривать, ни выглаживать. Они сами расходятся. Вот здесь у меня будет смена цвета. Поэтому очень аккуратно подхожу к этому месту, чтобы ничего не испортить. Потому что моя задача будет все это обратно, аккуратно, аккуратно зашить. Так, чтобы не было вообще никаких следов вмешательства. Но изделие стало покороче. Кстати, таким способом можно укорачивать что угодно. Рукава делаются точно-точно так же. Если что-то вытянулось, либо вам досталась вещь, которая великовата, вы можете вот таким же способом ее очень легко укоротить. Главное все делать аккуратно и не перетянуть ни одну нитку, чтобы не потерять петли. Вот эти открытые петельки, очень аккуратно с ними обращайтесь. Они нам будут нужны, мы сейчас будем зашивать обратно. Главное разобраться вот здесь, вот с переходом. Так, вижу, что здесь было вязание частично, поэтому... Вот это... Ниточка мне нужна, я ее обязательно оставлю и подошью. Ее надо будет подвязать. А вот эта петля уже пойдет на... Так, я ее обрезала. Главное вывести ряд ровно. Если однотонное, вязание вообще беспроблемно идет. Если вязание вот так вот, как у меня здесь попалось, двухцветное, надо очень аккуратно выводить ряд. И после того, как ряд будет выведен, мы сейчас распустим полностью изделие и сошьем его. Так. Все, ряд. Сейчас освободим от белых ниток полностью. И пошел ряд. Теперь то же самое. Аккуратненько вытягиваю ниточку. И очень аккуратно растягиваю обратно вязание. Видите, у меня рубчик получается. И петельки расходятся сами. Но так делать можно только на таких вещах, которые уже свалялись сами. Если вещь новая, ни разу не была выстирана, отпарена и не слежалась, вот так вот не свалялась, то делать так опасно. Петельки сами расходятся. И очень аккуратно, видите, вот здесь вот они и остаются. Доходим до шва с другой стороны. Потому что резать там было бессмысленно. Я не знаю, куда я выйду. Свитер слегка такой перекошенный уже от времени. А сделать все должно быть ровно сделано. Поэтому сначала я распускаю вот этот ряд. Даже вот так вот подольше. Нитки не рвутся, нитки качественные. Сейчас мы сразу огромный кусок распустим. Вытащили нитку. И очень аккуратно развожу вязание. Чтобы не вытянуть петли, которые у меня идут от изделия. Если их вытянуть, придется поднимать все это руками. Это целая история. Тоже ничего хорошего. Потому что эти петли уже хуже будут держаться. Старайтесь их не упустить с самого начала. Вот мы уже почти дошли до второго края. До края. Сейчас я увижу, где мне нужно подпороть этот краешек. Вот мой след, где я должна распарывать второй шов. Сантиметр вверх, сантиметр вниз. Отпароть не больше. Больше не нужно. Аккуратно, чтобы не порвать полотно. Нужно разъединить шов. Очень-очень внимательно, очень осторожно. Нужно разъединить шов. Разъединить шов. То же самое делаем со второй частью. Отрезаем вторую часть. Первая отрезана. По ней же, вот тут же я вижу, где у меня. Ниточка. Аккуратно отрезаю вторую часть. Абсолютно точно так же. Вытягиваю нитку. Точно так же от той части, которую мы с вами оторвали, точно таким же способом отделяем подгиб. Вытягиваем ниточку. Здесь у меня булавкой отмечен подгиб, который пойдет к спинке, чтобы не перепутать. На всякий случай. Потому что бывают случаи, когда на спине и на переде, у спинки и переде разное количество петель. Поскольку здесь никаких убавок и прибавок нет, расширение к низу, количество петель одинаковое. Чтобы не ошибиться, я просто отметила подгиб спинки булавкой и к спинке его и подошью. Чтобы не было никакого-никакого перекоса. Вот точно так же отделяю планочку по всему периметру. Той части, которую мы отрезали от основного изделия. Приступаем к самому ответственному моменту. Складываем подгиб и изделие рядышком, лицом к себе. Спинка у меня пойдет назад, вот эта передняя часть. Совмещаю шов. Подгиб я не обрезала, он так по кругу у меня идет. И сейчас буду делать трикотажный горизонтальный шов. Моя задача подцепить две крайние петельки. Войти в одну, выйти из соседней. На основном изделии. Зажимаю ногтем петлю и протаскиваю через нее нить. Если я это не сделаю, петля может разойтись. Остается хвостик. Чтобы он не мешал, подколю его булавкой. Он не будет болтаться и не будет мне мешать. Теперь беру подгиб. Ищу тоже две крайние петельки. Это самая ответственная работа. Вхожу в одну петлю. Вхожу из соседней. Держу петельку ногтем, чтобы она не разлетелась от того, что я протаскиваю в нее нитку. Кстати, нитку я взяла из отрезанной части. Вытащила. Обязательно нить берется из этого же изделия. Так, теперь чуть-чуть подтянула ниточку, но не сильно, чтобы ничего не разошлось. Вхожу в петлю изделия, из которой я выходила первый раз. Вот она. Это сложная. Их надо искать, эти петли. Но главное начать зашивать. Самое сложное это вот эти краешки, которые были подшиты. Держу петлю ногтем, протягиваю через нее нитку. Нитку очень большую не берите. Огромную мне будет не протащить. Так, ту петлю, из которой я выходила на подгибе, захожу и выхожу из соседней. Держу петлю ногтем, протягиваю нитку. Теперь. Вот, обязательно надо поддерживать. Иначе, видите, вот такие нитки, которые уже разлохмаченные, они могут создавать узлы и потянуть петли. Так, захожу в ту петлю, из которой выходила. И захожу из последней. Держу петлю ногтем, аккуратненько прошиваю. И теперь я могу тихонечко подтянуть ниточку, так, чтобы выровнять высоту петель. Подровнять ее под петли основного вязания. Здесь все-таки очень тонкое трикотажное полотно, и петельки должны быть маленькие, аккуратные, такого же размера, как на самом вязании. Иначе будет очень неряшливо и грубо. Если вы никогда раньше не шили трикотажный горизонтальный шов, обязательно потренируйтесь на каком-то вязании. Если вы будете бросить обрезать тоненькую такую трикотажную вещицу, вы можете ее просто испортить. Моя задача, вот этим вот трикотажным швом, когда я вхожу в ту петлю, из которой выходила, и выхожу из соседней, просто пришиваю одно изделие к другому. Таким способом я делаю и рукава тоже. Вот так можно исправить, можно вшить полоску другого цвета, можно укоротить, можно надставить наоборот. Вот этот универсальный способ позволяет нам очень много чего сделать с изделием. Знать его обязательно нужно. Очень рекомендую вам освоить. Здесь главное внимание, не пропустить ни одну петлю, и обязательно петлю, из которой мы выходим, поддерживать ногтем. Иначе, когда мы будем протаскивать нить, мы можем эту петлю сбить, и она вытянется. Придется исправлять все вязание. И не пропускаем ни одной, ни одной петельки. Вот так вот мы пришиваем по кругу все изделие. На самом деле очень просто. Главное чуть-чуть потренироваться. Небольшой навык, и вы без труда укоротите даже самое тоненькое изделие, связанное промышленным трикотажем. Если изделие двойное, связанное двойным полотном, сначала с одной стороны пришиваете, потом таким же способом пришиваете с другой стороны, с лица с изнанки. У вас будет идеально пришито. Видите, вот здесь вот. Я уже даже не вижу места пришива. У меня очень все ровно сделано. Главное это делать по лицевой стороне. Не торопиться, аккуратно подобрать ниточку. Очень длинную не берите, потом оставите хвостик и их свяжете. И главное не торопиться, не дергать нитку, и все у вас будет хорошо. Дошиваем до конца. Потом не останется зашить вот этот вот сантиметр, который я распорола. Все остальное осталось в целости и сохранности. Я не трогала ни подгиб, ни основное изделие. Зашиваю по кругу. Слегка подпарить, потому что ни здесь, ни с одной, ни с другой стороны шва нет. Идет цельно вязаное полотно. Слегка подпарить, чтобы на всякий случай убрать. Вдруг какой-то рубчик здесь вот останется. И изделие готово. Можно отдавать заказчику. Вот в результате наших усилий получается сохраненный край. Абсолютно никаких следов с обратной стороны. Укорочено на достаточно приличный кусок платья. Помните, где был рисунок вначале. Теперь он с самого низа находится. Вот таким нехитрым способом мы можем укоротить абсолютно любую вещь. Все очень просто. Точно так же делаются рукава. Главное не распарывать много, чтобы нам пришлось сшивать только маленький кусочек. Все остальное сшито фирменным швом. Мы зашили чуть-чуть, подобрав серые ниточки. То же самое здесь. Шов крошечный. Остальное все. Все швы сохранены. Планка сшита фирменно. Шов вот отсюда уже идет фирменный. И наше сшивание заняло вот буквально сантиметр. Минимальное влезание в изделие. Зато оно приобретает новый вид. И его еще можно носить и носить. Если вам понравилось, нажмите кнопку нравится. Поделитесь с друзьями. А также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи на сайте Избавить зальню. Ваша Наталья Некрасова.